Продолжение следует... Как оценивать поступки героев литературного произведения и использовать в речи пословицы и поговорки? Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома можно что-нибудь соврать. Но старайтесь врать красиво, чтобы, глядя восхищенно, затаив дыхание мама, долго слушала вранье. Как вы думаете, о чем говорит Григорий Остер в своем произведении? Что такое ложь? Ложь – это намеренное искажение истины, неправда. Ребята, послушайте начало произведения Михаила Зощенко «Не надо врать». Мы будем читать произведение по частям и составлять план. Слушайте внимательно, чтобы не упустить ни одной важной детали рассказа. Можете ли вы предположить по названию, о ком и о чем пойдет речь в этом произведении? В произведении пойдет речь о мальчике по имени Минька, который впервые пошел в школу. В произведении вам встретятся незнакомые слова. Ранец – это сумка, которую носят за спиной. Досада – чувство обиды или раздражения, связанные с чем-то неприятным. Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл – от пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький. Мне было всего семь лет. И я ничего еще не знал. И первые три месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. А я этого стихотворения не выучил. А на другой день учитель вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Учитель сказал, а ну-ка, дай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю. И я заплакал, потому что это была моя первая единица. И я еще не знал, что за это бывает. Ребята, давайте составим план к этой части текста. Минька идет в школу. Невыученное стихотворение. Первая единица. Как вы думаете, почему Минька получил плохую отметку? Он не выучил стихотворение. Ребята, а интересно, как же дальше развивались события? Давайте прочитаем. Слушайте внимательно. После уроков моя сестренка Леля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Леле. Леля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение. Леля поглядела и засмеялась. Она сказала, Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели. Я сказал, а что же делать? Леля сказала, одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своем дневнике. Там, где у нее была единица. Я сказал, Леля, это нехорошо обманывать родителей. Леля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад. Сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду. Потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад. Но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Ребята, давайте составим план к этой части рассказа. Совет Лели. Забытый дневник. Как вы думаете, ребята, что заставило Миньку пойти на обман? Какие эмоции он пережил? Правильно, ребята. Мальчик очень боялся, что его накажет папа. Поэтому решил скрыть правду о плохой отметке. А как бы вы поступили на месте Миньки? Как вы можете охарактеризовать Лелю? Хитрая и находчивая. Не видит ничего страшного в том, чтобы иногда обмануть. Что бы вы могли посоветовать Леле? Давайте прочитаем заключительную часть этой истории. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нет. Но там против русского языка снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через два дня учитель, узнав, что у меня нет и этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению и сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Мне очень хотелось получить фотографический аппарат. И мы с Лелей заклеили уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал, ну-ка, покажи свой дневник. Интересно знать, не нахватал ли ты единиц. Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. Но когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала, На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать, он только тихо сказал, Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его тихих слов. Я сказал, вот что, еще один мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал, то, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это дает мне надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик. Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Лёля подошла к нему и сказала, папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока. Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел немедленно сесть за книги. А я дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. Ребята, давайте составим план к этой части произведения. Ребята, почему отец не рассердился на сына? Правильно, ведь Минька сказал правду о третьем дневнике. А как вы считаете, почему отец рассердился на Лёлю? Лёля посоветовала брату обмануть родителей и скрыть единицу. Ребята, какова основная мысль данного произведения? Ребята, а вы согласны с этими словами отца? Как вы понимаете последнее предложение в рассказе? Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. Правильно, надо всегда говорить правду. Когда человеку нечего скрывать, то и на душе легко. Ребята, самостоятельно прочитайте рассказ и попробуйте пересказать его, используя план, который мы составили с вами на уроке. Наш урок подошел к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова